Сначала бренд Honor выпускал только смартфоны, потом к ним присоединились всякие умные браслеты, часы, разные гаджеты, ноутбуки. Но теперь в России начинает продаваться первый игровой ноутбук Honor, и он называется Honor Hunter V700. Это видео про распаковку этого ноутбука, мы посмотрим, как он выглядит, какая у него начинка и что в нем интересного. А потом вы сможете прочитать на нашем сайте полный подробный обзор со всеми тестами. Поехали! Вот в такой черной коробке у нас помечается ноутбук Hunter V700. Что внутри? Вот в этом защитном чехольчике, очевидно, ноутбук. Его пока отложим, хотя он, конечно, самое интересное здесь. Но посмотрим, что еще есть в коробке. Здесь два маленьких контейнера, ну или не очень маленьких. В одном из них вот такая инструкция, тоже не надо. И вот такое зарядное устройство мощностью 200 ватт, и у него, само собой, используется проприетарный штекер, а не USB Type-C, например. Все почему? Потому что мощность 200 ватт, а через USB Type-C пролезает только 100 ватт. Ну, по крайней мере, по общим характеристикам. Что есть еще? В отдельной коробочке здесь лежит шнур для локальной российской розетки с обычной евровилкой. Убираем все неинтересное и переходим только к интересному. Вот такая вот черная стильная красота, хотя, конечно, не просто черная, а полночная черная, как обязательно скажут вам маркетологи Honor. Но прежде, чем посмотреть на это чудо со всех сторон, я хочу рассказать главное — это характеристики. В России будут продаваться две конфигурации, одна послабее, другая помощнее. Та, что послабее, построена на Intel Core i5-10300H и GeForce GTX 1660 Ti. В версии помощнее стоит Intel Core i7-10750H и видеокарта GeForce RTX 2060 с трассировкой лучей в реальном времени. В обеих версиях стоит 16 гигабайт оперативной памяти, она, конечно, двухканальная, и ее можно расширить, то есть она не распаяна на плате. Опять-таки в обеих версиях стоит SSD NVMe на 512 гигабайт, и есть еще второй слот для второго SSD. Что самое главное в игровом ноутбуке после процессора, видеокарты, памяти, SSD и примерно всего остального — конечно же экран. Здесь экран диагональю 16,1 дюйма, а разрешение у него Full HD, и это не очень много. Но для игрового ноутбука, который не самый-самый флагманский, не самый-самый топовый — это, наверное, лучший вариант, потому что в таком разрешении он будет тянуть все игры. Плюс у экрана частота обновления 144 Гц, и это сейчас, наверное, стало главным предметом гонки у производителей игровых ноутбуков. Клавиатура здесь с подсветкой, каждая клавиша может светиться одним из четырех цветов. Игровые клавиши WASD имеют вот такие вот ободочки, чтобы быть более заметными. Такие же ободочки есть и у курсорных клавиш, и этот блок, кстати, выдвинут немного вниз, и это, наверное, делает его более удобным, но не очень удобно то, что он отъел немножко места у цифрового блока. Поэтому нолик здесь обычного размера. Пробел здесь широкий — это хорошо, а еще хорошо то, что клавиши FN не крайние. А в самом углу клавиатуры есть специальная клавиша, называется Hunter. Она предназначена для того, чтобы менять профиль производительности с тихого на сбалансированный или самый-самый производительный, который нужен в играх. Тачпад производитель называет большим, хотя, в общем-то, видали, конечно, и побольше. Подсветка есть не только в клавиатуре, но еще и на логотипе, а также вот здесь, снизу. Когда ноутбук открывается, у него немного отходит нижняя панель, и открывается щель, в которой видно много-много светодиодов, а еще воздуховоды системы охлаждения, которая называется Wind Valley, то есть «долина ветров». Кнопки питания, которые расположены под экраном по центру, также есть сканер отпечатков пальцев, чтобы не вводить пароль при входе в систему. Посмотрим, что еще есть. Снизу можно видеть решетки динамиков, они направлены скорее вбок, а не на пользователей это, скорее хорошо, потому что так может получаться более широкий реалистичный стереозвук. Правда, здесь заявлена поддержка звука 5.1 и даже 7.1, хотя понятно, что это имитация. В остальном, нижняя панель сплошная, ну, здесь, понятно, есть крышка, через которую можно добраться до внутренностей, но нет вентиляционных отверстий, а значит, ноутбук можно спокойно класть на колени, на ковер, на кота, на что угодно, что почти любой другой ноутбук заставило бы наесться пыли и шерсти. Портов здесь в достатке. Слева есть разъем для наушников и микрофон совмещенный, есть гигабитный разъем сетевой, один USB классический, назовем его так, на другом краю еще один USB и еще один USB, часть из них поддерживает USB 3.1, разъем USB Type-C и полноразмерный HDMI 2.0. Ну и из беспроводных соединений здесь поддерживается Wi-Fi 6, как положено в 2020 году топовым ноутбуком, и Bluetooth 5.1. А 5.1 значит, что к ноутбуку можно подключить сразу две пары беспроводных Bluetooth наушников. Вот такой первый игровой ноутбук у бренда Honor, модель Hunter V700. Он довольно стильный, у него корпус сделан из алюминиевого сплава, черный, красивый, весит всего лишь 2,2 кг и довольно тонкий, меньше двух сантиметров. Сейчас, когда мы записываем это видео, мы пока не знаем, сколько ноутбук будет стоить в России, но когда видео выйдет, цены должны уже стать публичными, и вы их обязательно найдете в описании к видео. И, значит, уже начался предзаказ этой модели. А с вами был xbt.com, и это распаковка нового ноутбука Honor Hunter V700. Подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok